добрый день и доброе утро добрый вечер и добро пожаловать обратно в книгу под названием tokyo dark и пока что мы ничего не читаем мы можем так сказать покликать по предметам да ну конечно же потом почитать что ж что ж смотрим наш спин спин у нас состояние очень плохое минус 49 это самое худшее что у нас есть вот самое лучшее у нас что у нас есть это инвестигейшн это из я забыл следит а исследование по также давайте переним лекарства таблетки которые давние врач лежат на столе где их оставил к адзике он привет да он продолжает допекать меня по поводу моего здоровья даже когда его больше нет ненавижу эти таблетки нужно принять их ради тебя ради себя ахаха все так нормально так поговорить с котом это будет наверно плюс стояние так думаю и минус и плюс минус нервоз да возможно так не будем читать все равно просто котом болтает бесполезно нет все нормально так посмотреть ноутбук инцидент произошедший поздней ночью в канализации по улицам синдзюку провел к смерти детектива после неудачной попытки его освобождения тело детектива казаки танаки 29 лет была обнаружена прошлой ночью в результате недельных поисков после исчезновения на улицах косу мигасеки загадочное событие оставила полицию без ответов и без подозреваемого хотя расследование продолжается уже второй день детектив прибывший на место происшествия первым а ями это отказался комментировать произошедшее однако шеф полиции сообщил что расследование привело ее в канализацию где она пошла в контакт с подозреваемой женщиной в то же время как сообщает источник подозреваемая начала паниковать и привела привело к насилию до того как ее смогли задержать тем не менее в деле еще много непонятного тот факт что кроме одного детектива на месте преступления не было больше ни одного полицейского вызывает подозрение также вызывает вопрос исчезновения подозреваемый и почему после убийства танаки она не была задержана в результате инцидента полиция в особенности бойный отдел находится в центре внимания общественности также появилась информация о пренебрежительных и сомнительных действиях полиции после обнародования других инцидентов несколько экспериментов сообщили что полиция токио недостаточно снабжена чтобы справиться с недавней волной преступления полиция обещала сообщить о результатах внутреннего расследования можно быстрее начальник отдела йакимура который нес ответственность за детективов танаку и это призвал свой департамент и общественность не делать о поспешных выводах пока не выявит к не выявится все факты этого дела я знаю что вокруг этого дела множество слухов но мы еще далеки от полного внимания что же все таки произошло там внизу я считаю что выводы делать еще рано так ну прочесть она уже прочел да прочел то прочел надо еще раз так и чем мы хотим так минус 10 так с расследованием следуем с расследованием у нас 15 состоянии минус тридцать девять болеть так же херово но думаю прям кучками жрать таблетки не очень хорошо последнее время старалась не проводить много времени в этой комнате здесь меня всегда переполняет воспоминания той ночью иногда мне кажется что я слышу его голос прямо за дверью и стоит мне только ее открыть как как я-то тут же увижу его а последние несколько недель окажется просто плохим сном но это не сон его больше нет я не знаю что мне причиняет больше и больше то что он мертв или то как это произошло захваченной девушкой который не должно существовать рейна так ее звали я вспомнила ее имя через несколько дней после произошедшего в канализации но никому об этом не сказала во время доклада заставили поговорить с психиатром в участке достаточно было увидеть ее взгляд блять чтобы понять мнение всех остальных полицейские отчеты газеты никто не упомянул девушку но я видела ее своими глазами если она вернулась то возможно если бы только у меня было время чтобы собраться с мыслями и само изучить место преступления и уверен что смогла бы найти какую-нибудь доказательство того что она была там хотя сомневаюсь что мне туда и близко допустит по крайней мере сейчас так или иначе я доберусь до правды ладно да опять это сетка юми я понесла тебе ужин спасибо юми ты могла не делать этого тебе нужно поесть чего-нибудь соседка нельзя же просто сидеть весь день верно я понимаю просто все нормально тебе не нужно меня благодарить я просто арры я не знаю что сказать ну а я не мне 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 очень жаль я про кодзуки я знаю что она много для тебя значит и я не слишком хорошо его знала но при а у ютуба я прекратит просто прекратит и не прости юми я не хотела забудь забудь что я сказала прости сорвалась на тебя думаю слишком многое произошло в последнее время а нифига ты сорвалась этот был довольно сильный а мне мне жаль я не хотела тебя расстраивать я знаю что мы не самые близкие друзья я просто обеспокоилась вот и все прости юми мне кто-то звонит снова работа и словно они знают когда мы разговариваем ага возможно мне надо ответить и юми спасибо заеду всегда пожалуйста а это хай шефа кимура и ты прости что не позвонил раньше мне мне нужно чтобы ты пришла в участок сразу как только сможешь чем дело лучше обсудить это при встрече жду тебя это будет долгий диалог зачем мне говорите с охраной я пошел сайки это ты саки офицер саки и сибаси ох уж эти фамилии ох привет и то не думала что мы увидим тебя снова так скоро конечева но в любом случае я здесь офицер так я о том что произошло а все нормально саки тебе не нужно ничего поговорить это все просто ужасно я знаю что вы двое были близки точнее я слышала дамы были близки но знаешь давай оставим эту тему я в порядке как скажешь но я рада что ты позитивно настроена чтобы не говорили люди я знаю что он был дорог тебе и ты сделала все чтобы спасти его она тебя попросила ставить эту тему молчи спасибо саки подожди что именно люди говорят что именно люди говорят он думаю будет правильно рассказать тебе раз уж мы друзья ходят слухи о том что произошло с тонакой слухи какие еще слухи ну ох возможно мне не стоит об этом рассказывать и я не хочу тебя расстраивать выкладывай саки мы оба обе знаем что ты не сможешь держать подобное в тайне так что давай уже рассказывай ладно но я тебе ничего не говорила дала не говорила лады учитывая всю эту шумиху вокруг дела тонаки начальство ищет на кого бы свалить вину на кого-то тесно связанного с делом если ты понимаешь о чем я ага думаю я прекрасно понимаю офицер банда рассказал мне что тайра хвастался насчет повышения и затем я увидела на камерах как грузчик заходят а грузчики заходят твой кабинет просто это не очень хорошо выглядело вот и все тайра этому парню скорее надо отвезти под затыльник чем давать повышение грузчики в моем кабинете это слишком видишь я говорила что ты расстроишься хотя это еще недостаточно все что я знаю наверняка это то что я видела на камерах и то что сказал мне банду подожди как кто такой офицер банда это ведь не какой-то псевдоним который ты придумала я пыталась провернуть с тобой это только один раз и это моментально вычислила и ты это моментально вычислила банда перевели перевели из асаки несколько недель назад и он такой душка иногда он приходит и разговаривает со мной стойки когда свободен душка он рассказал тебе что-нибудь еще о загадочном повышении тайры больше не помню все что я знаю он недавно был на четвертом этаже выполняя поручение для детективов и услышал его если я буду рядом со своим кабинетом может я увижу этого офицера банда и спрошу его сама эй ты мне напомнила если увидишь его можешь передать не это конечно прости если консанитаж что это тебе нравится мило правда понимаешь я доверяясь тебе с этим потому что это скорее всего это моя личная просьба короче понятно ладно чё нет то а смысле минус 5 если бы я знал отказался бы прости что пришлось тебя вызывать это знаю мы пообещали тебе небольшой отпуск после всей этой жуткой ситуации г Я хотел поговорить с собой раньше, но все-таки навалилось, но ты знаешь, как это бывает. Последние две недели тут был настоящий полаган. Чертовы репортеры выискивали любой предлог, чтобы вцепиться в нам глотки. И они его нашли. Затем меня вызвал заместитель шефа полиции. Затем сам шеф, черт, сам мэр, мне позвонил вчера вечером. Все они хотят, чтобы это дело было раскрыто и забыто. Хех, если бы Танаки был сейчас здесь, он был сбешен всей этой бюрократией. Не могу даже сосчитать, сколько раз он кричал на меня после того, как я поговорил ему. То же самое, он был хорошим человеком, вот. Да, Сарон был хорошим. Давай перейдем к делу. Раз каждая газета и новостная программа обсуждает тебя, мэр затребовал проведение формального расследования в отношении тебя. Так, прежде чем ты скажешь что-либо, я не утверждаю, что справился бы лучше. Окажись на твоем месте. На мой взгляд, вся эта ситуация довольно паршива. К сожалению, в полицейской работе не бывает повторных дублей. И каждый выбор, который кажется верным в свое время, может обернуться против вас. Дело не только в тебе. Я совершил ошибку эту ночь, отправив тебе одну. Ну, за это я тоже понесу ответственность. Следи за своим профессионализмом, используй систему спина время от времени, не давая этим сверятникам ни единого повода. И дело не только в расследовании. Я беспокоюсь о тебе. Те решения, которые ты принимаешь, могут привести к серьезным последованиям в будущем. Люди, которые будут работать с тобой и доверяют тебе, варианты, которые будут тебе доступны, все это зависит от твоей способности вести себя компетентно. Еще кое-что, учитывая обстоятельства, мы думаем, лучше всего будет перевести тебя из убойного отдела на какое-то время. Перевести, ну, сыр, я не понимаю. Я уже проделал в два раза больше работы, чем некоторые давние работники, а ведь я в отделе только несколько лет. Вне всяких сомнений, мой послужной список говорит сам до себя. Я хочу сказать, давайте сперва это обсудим. В этой игре и делается, что все-то обсуждается, серьезно. Вроде в начале какой-то геймплей, доходили, бегали, а теперь и делаем, что читаем. Уже вот три серии, читаем, читаем. Это не обсуждается, детектив. Думай о том, как о шансе начать с чистого листа. Весь следующий месяц ты будешь в отпуске полностью, оплачиваемым. И, разумеется, это да. Конечно, мне будет нужно, чтобы ты сдала свой значок, пока не вернешься. Оружие можешь сдать внизу. Когда вернешься, будешь помогать с делами отдела, нравов и страховым мошенничеством. Поскольку другой детектив займет твое место, нам будет нужно освободить кабинет. Я попросил грузчиков прийти сегодня и помочь тебе. Я ясно вырел за Саита. Ага, поняла, вы хотите, чтобы я вела себя как хорошая девочка, пока во мне будут топтаться боссы. Похоже, весь мой усердный труд в отделе перестает что-либо значить, как только возникают неприятности. Невероятно, довольный детектив. Пока не завершится внутреннее расследование в отношении тебя, здесь нечего обсуждать. Теперь, пожалуйста, отправляйся в свой кабинет. А, старый плут. Так, мне куда? Отсюда. Вот. Так, ты новый детектив? Как тихо. Серьезно, ничего не слышно. Он слишком тихо. Эй! Стоять! Так, settings. Погромче. Все. Все, все, все. Детектив Тайра. Эй, Ита, подожди. Я слышал, что ты пришла в участок, правда, жаль Танаку. Он был замечательным детективом. Ты прав, он был лучшим. Было довольно трудно поверить, что он так попадется. В смысле, это странно, да? Он пропадает и не может ни с кем выйти на контакт. Я думал, он попробует связаться, как минимум, с тобой. Ведь ты была его напарником. В любом случае, ты не должна винить себя, Ита. Было глупо отправлять тебя туда одну, без подкрепления. Давай смотреть правду в глаза. Ты ни за что бы не смогла справиться с этим в одиночку. Ты бы справился лучше, или ты на что-то намекаешь? Вот, правильно, вот, подъебать надо обязательно. Эй, мне просто попалось неудачные дела, вот и все. Мне без свидетелей. Если бы Пикимора правил меня, я бы сохранял хладнокровие. Точно тебе говорю. Все. Так, а ты кто? Это банда, как я понял, да? Или нет? Да хер его знает. Че, пожарный... Пожарный кран? Нет. Войти в кабинет. Так. Ну, утро, я вымоталась. Сначала начальство выгоняет меня из убойного отдела, затем вызывает грузчиков, не сообщив мне, чтоб все в участке знали о моем переводе раньше меня. Просто нет слов, как будто мало проблем на меня свалилось. По крайней мере, после того, как меня публично опозорили, не думаю, что у кого-то хватит наглости побеспокоить меня здесь. Это дает мне возможность собраться с мыслями, а вдумать следующий шаг. Ой, блядь! Зачем так делать? Паковать коробки. Посмотреть. Смотреть. Хо! Ничего себе! Ну да, я пакую коробки, че нет-то? И кимура мне не верит. Я посмешище для участка. А теперь еще и выезжаю из своего кабинета. Хуже быть не может. Но тягостнее всего ситуация с и кимурой. Я думал, что смогу доверить. Но вместо этого он говорит мне сдать оружие, будто я какая-то преступница. Ничего не изменится, если просто сидеть здесь, раз они не собираются расследовать. Расследовать этим займусь я. Бля, куча фильмов с таким сюжетом, серьезно. Первым делом нужно заполучить ту маску. Рейна постоянно про нее говорила. Это моя единственная зацепка. Ой, да хватит! Так, осмотреть. Новое письмо в обходящих от кимуру. Похоже, что это рассылка для всех детективов. Посмотрим детектив. И там многое перенесла. Трагические потери Танаки затронула всех нас. Кажется, я догадываюсь, к чему все ведет. Вот оно. Это будет временно переведено. Так, значит, он объявил об этом публично. Какой позор. Он такой любезный. Подождал, пока я выйду из кабинета. И только потом нажал кнопку отправить. Спустя столько времени. Почему он мне не верит? О! Да хватит! Так. Кадзуки подарил мне эту серебряную заколку на мой день рождения в прошлом году. Кажется, это уже было так давно. Да, да, ёп. Всё, да? Криминалисты осмотрели маску и запретили в подвале... И запрятали в подвале. Мне нужно спуститься туда и оценить обстановку. А, чё за музыка? Детектив, детективус! Всё, беги. Фу. Так, а куда мне... Кадзуки, я нашла тебя! С чем мне представиться? Я пойду. Так, это подвал, как я понимаю, да? Б. Б. В базе мент. Да, подвал. Ой, бля. Добрый вечер. Оп! Землетрясение. Море, откроешь дверь? Мне нужно покопаться в кое-каких странных уликах. Не могу, и я показал... Я получил указание сверху, где сказано, что у вас нет допуска в хранилище, пока вы не вернётесь из-за отпуска. Офицер Мори. Если начальство прознает, что я вас спустил, то мне всыпят по первое число, и тогда я распрощаюсь с ним шанс спасти детективов. Простите, Ита, не могу. Так, землетрясение! Не думал, что ты останешься здесь после того, как большого землетрясения утром в море. Ох, не понимаете. А, о, не напоминайте. Я пытаюсь не думать об этом, как вы справляетесь, детектив. Пожалуй, просто стараюсь жить сегодняшним днём. Если честно, я удивлена, что ты всё ещё работаешь в хранилище Танака, ведь замолвил за тебя словечко. Я думаю, что у руководства сейчас другие заботы, судя по тому, что я слышал. Кроме того, думаю, что они запихнули меня сюда, потому что я задавал слишком много вопросов по своему прошлому делу. Должно быть, разглядел не тех людей. Уф, даже представить не хочу, представлять не хочу, каково это находиться в этом подвале во время землетрясения. Лучше бы не напоминали мне об этом. О, я сожалею, это Наки, детектив Фита, спасибо. Всё, понял. Чем мне делать? Смотри. Камера наблюдает за входом хранилища 24 на 7. Так, ещё. А я уйду. У моря есть ключ, дверь закрыта. А как? Чё мне делать? Может, у этого у босса попросить разрешение? Куда мне идти? У меня есть задание как-нибудь? Посмотреть можно задание? Просто я не понимаю. Я понимаю задание, типа, про праздство хранилища. Но как это делать? Теперь у меня все этажи доступны. И тут раз, два, три этажа. На седьмом я был. На первом я был. На четвертом этаже вроде был. Нет, чёрт. Всё равно. Ха-ха-ха. Так, ну давай с тобой поговорим. Представиться. Привет, это вас должно быть перевели из Осаки. Меня зовут детектив Ито. Всё верно, меня перевели совсем недавно. Офицер банда, это он оказывается. Как ваши дела, детектив? Прошу, зовите меня банда. У вас такой большой участок. Стыдно говорить. У меня не выходит ориентироваться в токийском отделении. Я теряюсь половине случаев сказать по правде. Так это просто о вас говорят, про вас говорят во всех новостях. Не переживайте, журналистам верить нельзя. Они ни черта не понимают в полицейской работе. И, на мой взгляд, вам выпала неслабая работёнка. Соболезную насчёт напарника. Спасибо, неслабая, это мягко сказано. И всё-всё, что ли? Так, ладно. Там рядом с этим стояло ещё... А, пропали. Понял. Ну, чё такое? А, это что, привлечь внимание? Давай. У меня будет довольно мало времени, пока они не поймут, что происходит. Поэтому мне нужно быстро доброцепленный шурлик. Она пойдёт. У-у-у! А чё, 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 чё? А я не знаю, я не знаю. Так, войти в лифт. Да войди в лифт! Базимент. Так. Давай. А ты... Вот, да, пистолет ты мне оставила. Вот. Вообще-то профессионально. Так. Где маска? Где маска? Где маска? Где маска? Илон Маск. Как только маска снова оказалась в моих руках, я тут же задалась вопросом, зачем я так далеко зашла, чтобы вернуть её? А, незначительная улика, не стоило этого рисковать. Она не была решением моих проблем. Как бы странно это ни звучало, я надеялась, что маска отреагирует так же, как и когда я прикоснулся к ней в Камакуре. По меньшей мере, я... А, это оправдало бы то, что я сделала, и подтвердило, что чувство, которое я испытывал в тот день, не было моим воображением. Маска, которую я держала в руках, сейчас была всего лишь грубым, старым деревянным изделием. Никаких голосов или видений. Только жуткая тишина, повисшая в молчаливом ожидании его. Кстати, крутой крест в виде серьги, да, вот. Да. Неплохо. Конечно, я оставила её при себе. Я только начала выстраивать дело, и одержимость Рейны и её не могла быть случайно. Она должна была ещё сыграть свою роль. Вот. С маской в руках я быстро покинула здание и запрыгнула на первый поезд до Синдзюку. Обратно в переулок, где всё началось. Что-то мне подсказывало, что я могла найти что-нибудь ещё в той канализации, а маска пока что может подождать. Чем ближе к месту подъезжает поезд, тем сильнее меня захватывали образы и мысли в той ночи и ночи. Меня начало подташнивать. Когда я вышла на своей остановке, вызванная страхом пустота, внутри сменилась на что-то ещё. Я осознал, насколько мне надоело, что другие люди мне говорят, что чувствовать или как себя вести. Я не знала, чего ожидать, но знала, что единственным человеком, которым я мог бы во всём разобраться, была я сама. Вот. Да. И опять этот район. И я не уверен, что стоит заходить во все эти места. Наверное, сразу пойду в канализацию, да, и пошёл, блин. Может, мне стоит сперва навести всех тех, с кем я говорил этой ночью? Нет. А, не уверен, что я смогу заставить. Я не понял. Ну, давайте, пожалуй, всех навестим в следующей серии, потому что, думаю, пора, что... Думаю, пора закончить на этом, да? Всю полезную информацию найдёте в описании. На этом всё. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok